Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Это у нас игра Solar Smash. Разрушение планет. Мы сегодня вместе с вами займемся разрушением новой планеты. Это у нас будет, ребята, плоская земля. Будет довольно круто, угарно и интересно. Поэтому, бро, успей поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Молодец, дружище, что ты поставил лайк. Ну что ж, давайте мы с вами выйдем с этого режима. У нас есть много здесь разных планет. В прошлых сериях мы с вами открывали довольно интересные планеты. Это у нас были секретные планеты, неизвестные. Такая вот планета Пончик, как ты видишь, мы ее открыли. Также у нас квадратная земля. Представляешь? Не круглая, а квадратная. Есть плоская земля. Реально было ее получить непросто. Как открыть, бро, эти все секретные планеты, ты узнаешь, если посмотришь прошлый ролик. Ссылочку на него я оставлю в комментариях, а также в описании. У нас есть снеговик, мы его разрушали. Но сегодня пришло время, ребята, к плоской земли. Да, я знаю, что эта планета добавилась очень давно. Но на самом деле я ее не тестировал. И мы сегодня посмотрим, какие же эпические мы взрывы будем здесь делать. Начнем с того, что мы с вами знаем, что все планеты имеют круглую форму, да, сферы. Ну, где-то сфера, где-то там эллипсоид, ну, короче, они круглые. Раньше люди в древности думали, что планеты плоские. И выглядят таким вот образом. Так как это у нас, ребята, игра и ничего с реальной физикой она практически не имеет, потому у нас здесь есть и планета Пончик, и плоская. И мы сегодня здесь будем развлекаться. Вот давайте представим, что планета плоская, такой вот диск. Видите, внизу такое ядро. Получается, что на этой планете в игре находится 500 миллионов жителей. Почему 500, я не знаю. Вокруг этой планеты, ребята, вращается солнце. Ай, да не хотел я ничего стрелять. И также луна, вот здесь вот. Мы сегодня будем разрушать эту планету всеми возможными способами. А также, ребята, полетаем здесь на космическом корабле. И начнем мы сегодняшнее разрушение с управления космическим кораблем. Чтобы его получить, нам надо выбрать здесь ракеты. В настройках выбрать 66. Потом нажать на прицел. И поехали. Все, у нас есть корабль космический, который мы управляем. Здесь с левой стороны джойстик за управление, с правой стороны за стрельбу. Вот мы можем, ребята, стрелять. Смотрите, просто плоскую планету сделать вот так вот. И пролететь. Пролетаем, пролетаем. Дырку сделали. Я в шоке. Мы с вами управляем космическим кораблем. Но не только этим кораблем мы можем с вами управлять. Здесь есть еще одно космическое летающее животное, которым тоже мы с вами можем управлять. В этой плоской земле даже есть какая-то атмосфера. Давайте попробуем пострелять по луне. Что получится? Вот мы луну подожгли. Она сейчас светится. Мы ее можем взорвать? Она не взрывается. Она просто улетает. Луна, вернись. Да, взорвали мы с вами луну. Безумие. Теперь эта плоская земля будет без луны. С большой дыркой. Видите здесь? Также здесь есть солнце. Давайте попробуем просто врезаться в солнце на корабле. Что будет? Влетаем. Пыщ. Корабль, конечно же, взорвался. А солнце... Да ничего ему, ребята, не произошло. Оно как летало по своей траектории, так и летает. Нет. Оно слетело со своей траектории. Смотрите, улетает от планеты земля. Ну, это как бы планета, правильно? Просто плоская. Ладно, давайте мы с вами обновим. Также у нас есть и животное, которое мы можем управлять. Вот оно. Если есть еще какие-то здесь монстры, которыми мы можем управлять, обязательно пишите в комментариях. Потому что, возможно, я знаю не все. Короче, вот наша планета. Плоская земля. Также у нас есть космический монстр. Нажимаем здесь на прицел. Все управляет этим чудовищем. Оно тоже может, ребята, стрелять. Оно просто выжигает, как дракон. Мне кажется, что у него мощность еще больше, чем у корабля этого космического. Просто все сожгли. Вот это монстр. Интересно, чем же он питается, что у него, ребята, такой вот мощный луч, который даже может плавить планету. Разрушать. Воу. Прикольно, ребята. Давайте обратно полетим. Вот здесь пробурим. А ну, тихонечко. Крылья наши вообще влезут или нет, не знаю. Да вроде бы влазят. Пролетели сквозь плоскую планету. Вот, ребята, луна. Давайте мы ее взорвем. Прожжем. Куда ты, луна? Становись. Так куда она убегает от нас? Я не могу по ней попасть. Короче, луна укатилась. Она покраснела и улетела в космос. Давай мы перевернемся. Так, где? Вот солнце. Привет, солнце. Что с тобой? Я, правда, лечу как-то неправильно. Взорвали солнце. Все, ребята. А не будет здесь солнце. Теперь планета замерзнет. А как мне развернуться? А то как-то неправильно я летаю. Короче, давайте мы отключим. И вот что у нас получилось. Видите? Такая вот тарелка темная. Осталось 253 миллиона. Теперь они будут сидеть в темноте. Ну ладно, давайте мы с вами обновим это все. В принципе, неплохо. Я предлагаю сейчас именно взять вот этого монстра космического и попробовать как-то разрезать это все. Прицел. Поехали. Все, мы управляем. Сейчас попробуем разрезать, ребята. Вот здесь вот просто напополам. Еще давай разрезаем. Еще. Ровненько так вот. Здесь довольно толстое. Давай, давай, давай. Еще. Надо второй раз пролететь. Чтобы все было ровненько. Давай еще. Да, ребята. Все разрезаем. Хорошо. Теперь надо ровно развернуться. Наш монстр далеко не может отлететь от планеты. Походу здесь какое-то невидимое ограничение. То есть нам кажется, что мы как бы летим далеко. Но на самом деле мы ничего не летим. Мы стоим на месте. Вот разворачиваемся резко. Вот видите, мы никак не допилили. Надо ровно разрезать. Давай еще. Я же. Разрезай плоскую землю. Зато у людей, ребята, есть здесь электричество, Wi-Fi. А может и нет Wi-Fi. Я не знаю. Потому что все-таки какая-то это древняя цивилизация. Надо посмотреть, есть ли там вообще какое-то освещение или нет. Может они костры там жгут. Давай разрезали. И что у нас получится? Так, убираем. Что у нас в итоге вышло? Смотрите, как ровно мы тут все порезали. Я в шоке. Просто напополам. Две земли. Как они будут теперь добираться? Друг к другу. Ну, если у них нет, конечно, каких-то космических кораблей, то они никак не смогут долететь. Эй, да я ничего не хотел. Снова я выбрал монстра, который просто полетел куда-то. Монстры, остановитесь. Вот плоская планета. Осталось 363 миллиона жителей, как нам показывают. Прикольная, конечно, планета. Давайте с вами на плоскую землю призовем космических титанов, которые своими ударами кулаков все могут разрушать. Вот он такой стоит боги. Говорят, что это за планета? Мы ее уничтожим. На! Два удара и все. Вы посмотрите. Даже планета треснула. Осталось половину планеты целой. Но вроде бы жителей осталось 99 миллионов. Мне кажется, что планета со временем как-то покраснеет. Давай еще больше. Нажимаем больше. Сейчас призываем этих великанов. Еще, еще. Пусть бьют. Они внизу бьют. Смотрите. Ты тысяч. Я в шоке. От планеты ничего не осталось. Ребята, у меня идея. Давайте на эту плоскую землю призовем очень много червей, которые будут на нее нападать. Вот, со всех сторон червяки. Они въедят эту планету. Как будто это какой-то вкусный торт. А может быть, это даже какая-то пицца. Вы посмотрите, сколько червяков. И мне кажется, что от этой плоской земли ничего не останется. Черви все съели. Это просто логово червяков. Это червивая земля. Червивая земля. Червяки. А ни один червяк не смог, ребята, съесть ни солнца, ни луну, ничего. Они чисто планету едят. И что тут останется? Мне кажется, что мы с планеты сделали сыр. Космические черви. Пожиратели планет. Они разлетаются. И вот, ребята, что у нас. Видите? Вот так вот вид сверху. Вид снизу. Да. Но тут вообще ничего живого нету. Ладненько. Давайте мы обновляем червяки. Конечно же, круто. Теперь предлагаю сейчас вызвать монстров, которые кусают вообще. Смотрите. Которые появляются из порталов. Вот здесь мы нажимаем, крутим и призываем этих монстров в центре. Вот они. Ням-ням-ням. По кругу. А что это такое осталось? Ледяная вершина как-то висит. Плоская. Прикольно мы разрушили. Давай дальше посмотрим. Тут мы испытали. Что еще у нас есть? Вот у нас земля. Давайте мы сбросим метеорит один. Бах, падает камешек. А, он попадает в атмосферу и даже сгорает. Прикольно сделано. Смотрите, какой взрыв. Круто. Вот что у нас получилось. Такая неслабая воронка. Давайте попробуем метеорит бросить на луну. Тяжело, конечно, рассчитать расстояние какое-то. Ну, попал в луну. Да, попадает в луну. Она покраснела чуть-чуть. Но все равно летает. Давай еще в луну. Два. Давай еще-еще попадание побольше. Вот она уже накалилась. Она красная. Смотри. Но в ней никаких вмятин нету. То есть луна просто краснеет, как бы нагревается. Она же должна тоже как-то разрушаться. Она никак не разрушается. Она как бы просто круглый шар. Сфера такая вот. В луну. Давай, луна, упади на землю. Ну, упади. Да, теперь луну сбрасываем на землю. Смотрите, летит. Я в шоке. Что же будет? Она отпрыгнет. Нанесет какой-то удар. Может быть, взорвется. Падение луны. Тыдыщ. И пошли трещины. Воронка не слабая. Даже, мне кажется, воронка больше, чем от метеорита, который мы сбросили. У нас есть другая луна. Смотрите, давайте мы ее применим. Вот огромную. Ого! Вот это луна. Тыдыщ. Пролетела насквозь. Смотрите, все разрубило. И полетела дальше. У меня идея. А что, если луну снизу именно пустить? Мне кажется, так будет прикольно. Вот, смотри. Мы берем луну, пускаем. Она отсюда летит. Сейчас вылетит. День не предвещал ничего страшного, эпического. И тут... Да! Вылетает кусок огромной луны. Безумие. Давайте мы эту луну сбросим теперь на другую луну. Луна против луны. Как вы думаете, кто победит? Пишите в комментариях. Я думаю, что победит большая луна, да? Ну? Давай. Луна большая на маленькую. Да, толкнула ее. И они вдвоем падают. Смотрите. Тыдыщ. А, еще луна. Взрывы. Я несколько лун пустил. Они просто катятся. Давайте мы сразу луну сбросим на солнце. Что будет? Солнышко, иди к нам. Вот. Я тебя вижу. Ты от нас не спрячешься. Давай, бросаем. Огромная луна. Пыдыщ. Она столкнула солнце. Да. Солнце полетело вниз. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я хочу, чтобы ты врезалась в плоскую землю. Блин. Ничего не врезалась. Ну, тут прикольный, смотрите, такой вот. Получился след от падения луны. Так, я хочу на солнце напасть. Давай, направляем. Вроде бы я выбрал правильную траекторию. Ну. Да, толчок пошел. То, что я и хотел. Можно, в принципе, солнце, ребята, сплавить. Тыдыщ. Ничего себе. Вы видели, какой след от солнца? Ого. Вот это воронка. Мне даже не верится, что нам получилось столкнуть его со своей орбиты. У нас дальше идет черная дыра. Привет, черная дыра. Вот мы делаем. Что будет делать черная дыра? Она только на поверхности получается, да? Все засосало. А черной дырой можно солнце засосать? Да, можно. Смотрите. Я вот сделал. Засосал. Блин. Это круто. Если честно, ребята, мне даже интересно, что будет с луной и солнцем, чем с этой плоской землей. Ну, потому что, ну, плоская земля просто на плоской. Здесь еще много мелких метеоритов. Вот, смотри. Видите, падают. Просто камешки. Давай, бомбардируем. Тыщ. Все взорвали. Вот это бомбардировка. Здесь, ребята, никто не выживет. Урон, конечно, серьезный. Что дальше? Какое-то электричество. Что это за электричество? Воу. Ого. Вот это молния, ребята. Никто не предвещал такой беды. Молния может уничтожить солнце или нет? Нажимаем на солнышко. Давай, давай. Сверху, да. Да я сверху нажал. Там появилась. Но ни одна молния не попала в цель. Но зато она не слабо раздолбала нашу пиццу. Хе-хе-хе-хе. Земля пицца. Отлично. Дальше у нас, ребята, идут ракеты. Да, тут мы можем настраивать, конечно, эти ракеты. Давайте сто штук сделаем. И посмотрим, что с этого будет. Пускай сто ракет ядерных. Вот они полетели. Пыдыщ. Просто все разносят на своем пути. Я почему-то думал, что будет урон побольше. Конечно же, мы с вами можем еще здесь настроить силу удара. Если мы выберем силу максимальную пятерочку, то мне кажется, что этой плоской планете вообще не поздоровится. Давайте мы все обновляем, ребята. Удар. Пятерка. Пошла жара. Сверху вниз. Полетели ракеты. Ты-ты-тыщ. Вы посмотрите, вот это взрыв. Да, ничего не осталось. Даже в центре там еще ракеты, ребята, летают. Вот они. А я еще пустил. Я не хотел пускать. Я хотел посмотреть, что там поближе. Ничего не осталось. Ладненько. Давайте обновляем. Дальше у нас ракета с антиматерией. Или что-то такое. Вы посмотрите. Летит одна. Она не настраивается. Просто вот полетела. Пошел взрыв. Потом она берет, как-то засасывает все. То есть двойной взрыв получается. Первый взрыв был маленький, второй. Но! Ничего себе! Просто с одной ракеты мы уничтожили эту плоскую планету. Как это вообще возможно? Вот это была сила взрыва. Просто неимоверная. Даже больше, чем солнце. Больше, чем луна. Да, насквозь не пробило, но все же. Что это за маска? Я какое-то лицо нарисовал, ребята. Вы посмотрите. Глаза, нос. А рот где? Это какой-то грозный смайлик от Воблера. Даже уши есть. Я нарисовал какого-то чувака, парнишку. Видите? С левой стороны ухо. С правой глаза, нос. А улыбка где? Это какой-то монстр. Даже волосы видно. Блин, ну прикольно. Я художник. Я скульптор. Потому что я слепил. Давай дальше посмотрим. Ну, эти шарики мне не сильно нравятся. Ну, просто они вот там взрываются. Падают потом. Короче, шарики фигня. Это у нас разные лазерные лучи. Ну, просто мы можем так вот стрелять. Видите? Можем разрезать все лучами. Тыщ! Кстати, нормально расходится этот взрыв. А ну, еще раз бабахну. Давай. Большая сила взрыва в него. Плюс мы можем здесь тоже все редактировать. Сила удара, цвет, выстрела. Зеленый. Солнышко. Давайте в луну попадем. Вот луна. Я ее вижу. Прям в луну. Тыщ! С выстрела уничтожили луну. Солнце где? Вот солнце. Давай с выстрела в солнце. Ба-ба! В принципе, это неплохо. Дальше у нас тоже есть еще лучи. Тоже сила разная. Можно выбрать розовый. Давай. Смотри. Все палим. Можем настраивать. Ну, такое себе. Случайно понятно. Есть еще такой вот взрыв. Смотрите. На! Быстрый. Молниеносный. А ну, солнышко. Пыдыщ! Попал. Насквозь пролетело. Еще раз. Взорвали солнце. Плюс дыра какая осталась. А луна есть вообще на орбите или нет? Луна-то где? Вот луна. Вот она летает в темноте где-то. Да! Подожди. Попал в луну. Она не взорвалась. Она просто пожелтела и улетела. Хитрая луна. Можем также с вами заморозить. Давайте солнце попробуем заморозить. Вот солнышко. Морозим его. Оно сразу взорвалось. Давайте для начала все здесь обновим, чтобы было видно. Темное пятно летает. Давай замораживаем луну. Давай еще морозим луну. Да, она замерзла. Смотрите, она блестит. Даже видно, что она блестит. Да, вот она. Видишь, такая замороженная летает. Прикольно. Замороженная луна. И всю планету покрываем льдом. Я сейчас устрою вам ледниковый период. Еще давай. Я вижу, что подлагивает уже немножко. Давай немножко откатим. Я думаю, что по солнцу не надо стрелять, потому что потом будет темнота и ничего не будет видно. А попытаемся вот сразу заморозить все. Планета сразу погибла. Направил замораживающий луч в центр. И она почему-то сразу испортилась. Заморозка прикольная. Да, с лазерами тут сейчас неинтересно. У нас идут разные космические корабли. Вот что у нас будет, если мы направим именно вот этот вот. Разрушающий спутник. Я не помню, этот разрушает или следующий. Или этот режет. Давай посмотрим, что он вообще делает. Какой-то из них, ребята, взрывает, а какой-то режет. По-моему, этот режет, потому что он летит очень близко. И что он будет делать? Просто будет так резать. Ладно, пусть он себе тихонечко режет. А мы направляем луч взрывной. Вот, ребята, сейчас прилетит луч. Он сможет взорвать вообще плоскую землю или нет? А почему он куда-то исчез? Он же ничего не разрезал. Вот идет нагрев. Давай, смотри, нагревается. Тыдыщ! Пошел нагрев, ребята! Она накаляется! Оооо! Вообще круто! Ой, как красиво! Сейчас она взорвется! Она желтеет! Она, мне кажется, желтеет солнца! Пыдыщ! На кусочки! Ну, мы поняли, что плоская земля взорвалась. А вот что произошло с луной и солнцем? Тоже, наверное, взорвалось? И просто камешки летают. Видите? Прикольно! Ну, а если много буров поставить? Я выбираю бур, делаю прицел и давай будем вращать. И буров, буров много-много. Давай, давайте, буры, вперед! Они будут бурить или нет? Вот, буры полетели, ребята, со всех сторон! Смотрите, как красиво! У-ху! Они все в центр летят! А что они в центр именно? Давай, я здесь наклон меняю, получается. Они все через центр пролетают! Да как же так? Я хотел, чтобы вы как-то по-другому бурили. А ну, наклоны, наклоны разные. Не все равно в центр летят, потому что я в центр смотрю. Вот, смотри, здесь много буров! Дышь, все сейчас залагает. Я, конечно, умею, ребята, сделать так, чтобы игра заглючила. Я в этом вообще профи-специалист. Всегда при записи у меня тут все глючит, потому что я выбираю нереальное количество оружия для уничтожения этих космических планет. Вот, мы все пробурили. Ну и ладно, с бурами мы поняли. Давайте мы обновим. Пожалуйста, восстановись, игра. Фух, все нормально. Также, ребята, у нас есть еще летающие тарелки. Мы нажимаем, много их пускаем. Вот они прилетают. Сейчас будут стрелять куда-то в центр. Много тарелок. Просто не напали на эту землю. И здесь, везде пусть стреляют. Снизу, сверху. Нападение инопланетян. Пришельцы нападают! Ну, мы видим, что тарелки не сильно много наносят урона на самом деле. Так, чуть-чуть. И теперь у нас будет новое оружие. Это космический корабль. Вот, я его нажимаю. Вызываю. Здесь, здесь. Везде. Они тоже наносят много урона. Я пытался этот космический корабль уничтожить. У меня ничего не получалось, ребята. Вот, что бы я ни делал, ничего не получалось. Давай мы сюда. 66 должно получиться, да? Взрыв. Летаю на самолете. Эй, корабли, вы куда делись? Вот, ребята, они стреляют. Космические корабли. Сейчас я лечу на одного. Ну, взрыв. У меня самая максимальная мощность стрельбы. Видите, я его откидываю, но он не убивается. Его невозможно уничтожить. О, пролетел мимо него. Вот он. Он один, что ли? Я же много вызывал. Сейчас он будет улетать в космос. Давай, я врежусь. Ну, стреляй по нему. Удрал. Вот паршивец. Просто улетел. Покусали нашу плоскую землю. Что теперь будет с ней? А ничего, ребята. Мы просто ее обновим. И все будет хорошо. Что у нас дальше? Метеориты мы прошли. Ракеты прошли. Лучи лазерные тоже. Космические корабли, да. Монстров, да. Ну что ж. В принципе, мы круто с вами поуничтожали эту плоскую землю. Я думаю, что в следующем ролике у нас будет пончик или квадрат. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть. Пончик. Квадрат. Мне кажется, пончик. Вы хотите пончик. Я знаю. Вот. Сто процентов. Ну что ж, дорогие друзья. С вами был Воблер. Оставайтесь на канале. Смотрите другие ролики. Скоро увидимся. Пока.